Мария, ну, во-первых, я должен вас поблагодарить особо за то, что вы нашли время в свой день рождения приехать. Практически сейчас 030, в общем-то, уже закончилось. Я вас поздравляю постфактум. Спасибо. Вот, на самом деле, если мы к герою нашего времени возвращаемся, то я крайне озадачен, потому что я не знал, что Кирилл Серебренников ставит и балеты тоже. Я тоже не знал. А, то есть это его дебют, да? Не то, что я настолько малообразован, что что-то не знаю с биографией. По-моему, дебют. А как вы вообще оцениваете творчество дебютанта? Он же, знаете, как есть такая присказка «Наш пострел везде поспел». Он и в театре, и в кино, в общем, себя уже проявил в качестве новатора. Ну, во-первых, хочу пожелать дебютанту удачи, так как балет специфический вид искусства. Он очень театральный, очень условный, но очень сложен, мне кажется, для осознания, все-таки восприятия. Потому что мы сознание молчаливое, а должны очень многое успеть сказать за короткий промежуток времени. И дебютантов много, потому что у нас... Я отвечаю за Тамань, я Ундина. Да. У нас чудная музыка, музыка нового композитора. Угу. У нас чудесный хореограф Юры Посохов, с которым... Я уже не первый раз работаю, но здесь очень удачно. Вот его хореографическая часть, мне кажется, очень удалась. Но у дебютанта я пожелаю удачи. Мне кажется, это достаточно сложный для него эксперимент. Я вам всем пожелаю удачи. Это ведь новая сцена, да, большая? Новая, на новой сцене. В одном, даже не в одном, в нескольких интервью, несколько лет назад вы говорили, что самое вообще большое разочарование, Паша, по жизни, это реконструкция большого театра. Сейчас что-то в оценках изменилось? В оценке, ну, это приходится признать и принять как часть уже моей жизни. Ну, вот так построили. Ну, и я в этом как бы работаю и живу. Нет, ну, бывает, мне не нравится, как построили, потом вроде как-то... вроде ничего. Нет? Нет. Вроде ничего со мной не случилось. Все равно... А вы вообще консервативный человек? Вот, то есть вы легко меняете свои оценки, привязанность, там, и так далее. Смотря в чем, и смотря как... Нет, я думаю, что это качество, либо оно есть у человека, либо вот он консерватор, либо он достаточно лоббильный такой, подпобедный. Вы знаете, я могу сказать точно, что к хорошему, правильному и настоящему привыкаешь очень быстро. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Недельник по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Недельник по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует...